Здравствуйте уважаемые зрители! С наступившим новым годом! В этом видео поговорим о таком понятии как сторожевой таймер или watchdog. Что это такое и как с ним работать. Данный таймер есть у всех AVR микроконтроллеров, даже у малыша ATT-10. И даже изменению режима его работы посвящен один из всего трех его фьюзов ВДТ-ОН. Как работать со фьюзами на ATT-10 я рассказывал в отдельном видео. Ссылка есть в описании и в подсказках. Начнем с описания. Что же такое сторожевой таймер? Основное назначение сторожевого таймера предотвратить зависание микроконтроллера в процессе выполнения программы. То есть мы запускаем данный таймер и если в течение установленного нами интервала времени счетчик watchdog не будет перезапущен, то уже будет перезагружен сам микроконтроллер. Но на самом деле возможности сторожевого таймера больше чем просто ресетить микроконтроллер. О чем мы и поговорим далее. Сторожевой таймер обладает собственным тактовым генератором, отдельным от основного тактового генератора микроконтроллера. Обычно частотой 128 кГц. Здесь и далее я буду рассматривать дата-шит на ATT-1013, но информация из данного ролика актуальна с небольшими поправками, о которых я расскажу далее и для других AVR микроконтроллеров. Управляю всеми режимами работы сторожевого таймера всего один регистр. Watchdog TimerControlRegister состоящие из одного байта с набором конфигурационных бит. Биты VDI и VDII определяют режим работы Watchdog, вернее к какому результату приведет срабатывание сторожевого таймера. Вот ниже размещена таблица в которой указано, как данные биты настраиваются. Если VDII и VDII по нулям, у нас сторожевой таймер остановлен. Присваивая единицу VDII мы определяем, что результатом работы сторожевого таймера будет срабатывание прерывания. А VDII равные единице будет означать, что результатом работы сторожевого таймера будет reset, то есть перезагрузка микроконтроллера. Если же обоим битам VDII и VDII присвоенная единица, то у нас сработает и прерывание и reset. То есть сначала сработает прерывание, а затем микроконтроллер перезапустится. То есть в этом случае мы можем сохранить какую-то важную информацию, полученную в ходе работы скетча или код ошибки. Например, можем сохранить и промпамяти, а затем перезагрузить микроконтроллер. И это все при условии, что у нас VDII в VDII равен единице. То есть вспоминаем особенность фьюзов, о которой я рассказывал в отдельном видео. Единица означает, что данный фьюз не установлен. Если же установить фьюз VDII on, то неважно как у нас заданы биты VDII и VDII, срабатывание сторожевого таймера будет приводить только к перезагрузке микроконтроллера. Bit VDII работает, когда Watchdog настроен на прерывание. И микроконтроллер сам с ним работает и очищает, когда прерывание выполнено. Bit VDII временно разрешает изменение параметров работы сторожевого таймера. То есть прежде чем изменить режим работы в Watchdog, мы должны записать в этот бит единицу, а затем изменить уже нужный нам параметр. Через четыре такта данный бит будет аппаратно сброшен на ноль. И биты VDII 0, VDII 1, VDII 2 и VDII 3 устанавливают количество тактов, прежде чем наступит срабатывание сторожевого таймера. Здесь ниже есть таблица 8.2. Какие значения мы можем установить данным битом и какое получить количество циклов до срабатывания в Watchdog. И сколько это примерно в миллисекундах и секундах. Значения можно задать от 16 миллисекунд до 8 секунд. И следует учитывать, что это время указано при напряжении питания в 5 вольт, так как частота внутреннего кварцевого генератора зависит от питающего напряжения и снижается при его понижении. Переходим к практике. Соберем на макетной плате вот такую вот схему с ATTIN13 и двумя светодиодами с уже припаянными резисторами на 220 Ом. Красным и зеленым. Красный светодиод у нас будет загораться в самом начале выполнения скетча в блоке функции Setup и будет гореть 2 секунды. После этого будет загораться зеленый светодиод, управление которым осуществляется в функции Loop. И он у нас будет мигать один раз в секунду, символизируя нормальное выполнение кода программы. Или, например, получение информации от какого-либо внешнего датчика. И пока светодиод мигает раз в секунду, считаем, что скетч работает исправно. Если же светодиод перестанет мигать, то это будет означать, что потерянная связь с внешним датчиком. Или наш скетч завис. Или и то и другое. В общем, сработает Watchdog и перезапустит микроконтроллер. Переходим к скетчу. Я приведу две версии одного и того же скетча. Первый написан на оси, где непосредственно будем обращаться к регистрам микроконтроллера. И который будет актуален, например, для ATT-NE10, не поддерживающим большинство ардуиновских функций. И второй вариант с использованием функций среды Arduino IDE, который, думаю, будет многим более понятен и привычен. Итак, первый вариант. Здесь в функции Main мы назначаем порты PB0 и PB1, работающими на выход. Следующей строкой мы разрешаем изменение Watchdog и сразу же конфигурируем его на перезапуск микроконтроллера через 4 секунды в отсутствие сброса счетчика. После этого на 2 секунды мы включаем красный светодиод. Будем считать, что за эти 2 секунды проводится первоначальная настройка работы микроконтроллера и, возможно, подключенных к нему датчиков. И после этого в бесконечном цикле мы пять раз включаем зеленый светодиод, подключенный к PB1. При каждом включении мы ассемблерной командной VDR сбрасываем счетчик из торжевого таймера на ноль, тем самым предотвращая перезагрузку микроконтроллера. После пятого включения светодиод остается включенным. Это мы имитируем зависание микроконтроллера. И так как переменная i, которой мы каждое включение светодиода присваивали единицу, уже будет равна пяти и больше, сброса таймера в очдок не происходит и через 4 секунды микроконтроллер должен перезапуститься. И об этом нам будет сигнализировать включение красного светодиода. Размещаю ATTINE13 на самодельный модуль для программирования. О нем и о загрузке скетчей с использованием Arduino Uno в качестве программатора у меня были видео на канале. Загружаю скетч в ATTINE13, размещаю его на макетной платье и подключаю питание. В начале загорается красный светодиод, через 2 секунды он гаснет и начинает мигать раз в секунду у нас зеленый светодиод. И так он мигает пять раз. На пятый раз он замирает во включенном состоянии и через 4 секунды срабатывает сторожевой таймер, перезагружая микроконтроллер. И все идет у нас заново по кругу. Кстати скетч при компиляции занял у нас 152 байта. Теперь разберем версию с использованием стандартных ардуиновских функций и специальных функций для работы с Watchdog. Здесь вначале подключается библиотека VDTH. Впрочем она входит в стандартные библиотеки среды Arduino IDE, так что ее можно было бы и не подключать, но она подсказывает откуда берутся идущие ниже функции. После определения куда у нас подключены светодиоды, функции Setup с помощью функции VDTH Enable мы активируем сторожевой таймер и с помощью единственного аргумента данной функции задаем ему интервал срабатывания в 4 секунды. Остальные значения аргумента можно посмотреть открыв сам файл библиотеки или на данной картинке. А сбрасываем счетчик в Watchdog мы с помощью функции VDTH Reset. Остальные функции, думаю, всем понятны и знакомы. Загружаем скетч в ATtiny. Второй вариант скетча при компиляции занял у нас 164 байта. Всего на 12 байт больше. Но учитывайте, что это разница при компиляции для ATtiny 13. А вот если мы тот же скетч скомпилируем для Arduino Uno, то есть фактически для Atmega 328. Так, да, тут имя регистра у нас меняется на VDTH CSR. Во втором скетче изменять ничего не нужно. И видим, что разница уже почти в 4 раза. Это к вопросу возможности экономии места во флеш-памяти. Теперь перейдем к варианту использования сторожевого таймера для срабатывания прерывания. Разместим на макетной плате еще один синий светодиод и подключим его к седьмой ножке микроконтроллера, то есть к порту PB2. Перепишем наш первый скетч, добавляем библиотеку для работы с прерываниями и добавляем возможность работы с синим светодиодом. Он как раз и будет загораться при срабатывании прерывания, которое будет вызываться в свою очередь сторожевым таймером. Строка активации сторожевого таймера у нас не меняется, а в следующей строке VDI меняем на VDTIE, тем самым переключая watchdog на работу с прерываниями согласно таблице 8.1 даташита на ATTENI 13. Только учитывайте, что имя конфигурационного бита для других микроконтроллеров может отличаться. Я привожу пример для ATTENI 13, а вот для ATTENI 25, 45, 85 название регистра совпадает с ATTENI 13, а вот конфигурационного бита отличается. Он здесь VDII, то есть без буквы T в середине. А вот у ATMEGA 328 отличается от ATTENI 13 и название бита, связанного с прерыванием по watchdog, и название регистра. Тут он с буквой S перед R. У ATTENI 2313, о котором я рассказал в отдельном ролике, имена и бита и регистра точно такие же, как и у ATMEGA 328. А вот, например, у ATMEGA 8 регистр именуется так же, как и у ATTENI 13, но нет возможности инициировать прерывание по срабатыванию сторожевого таймера. То есть только reset. И максимальное время, которое мы можем установить до срабатывания сторожевого таймера, составляет чуть больше двух секунд. Так что учитывайте такие особенности при работе с разными микроконтроллерами. Но вернемся к скетчу. Далее у нас остается все по-старому, только добавляется функция CI, разрешающая глобальные прерывания. И в конце у нас идет собственно прерывание, формируемое срабатывание WatchDog, где мы отключаем зеленый светодиод и включаем синий. Загружаем скетч в ATTENI 13, устанавливаем на плату и подаем питание. Включается красный светодиод, далее у нас пять раз мигает зеленый светодиод. Зеленый светодиод замирает во включенном состоянии и через 4 секунды включается синий светодиод. Значит прерывание по WatchDog успешно сработало. На второй версии этого же скетча я подробно останавливаться не буду. Скажу только, что функция WDT Enable не поддерживает настройку сторожевого таймера на работу с прерываниями. Так что вместо нее возьмем две строки активации и настройки WatchDog из прошлого скетча. А в остальном все без особых изменений. И в конце рассмотрим последний вариант работы WatchDog, когда у нас срабатывает и прерывание и перезагрузка. Устанавливаем в соответствии с таблицей оба бита и перезагрузки и прерывания. И по прерыванию включаем синий светодиод и оставляем его гореть на 3 секунды. То есть это имитация включения подачи сигнала, возможно звукового или светового, что у нас произошел сбой в работе устройства. Или можем записать, например, код ошибки или значение переменных, полученных в ходе работы скетча в энергонезависимую память. А после микроконтроллер перезагрузится. Загружаем скетч. Устанавливаем ATTINE13 на макетную плату и подаем питание. Вначале, как обычно, включается красный и мигает зеленый светодиод. После того, как он зависает, включается синий светодиод. И через 3 секунды микроконтроллер перезагружается. О чем нам сигнализирует загоревшийся красный светодиод. И так по кругу. Ссылки на скетчи я оставлю в описании к видео. Надеюсь видео было интересным. Напишите свое мнение в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и до скорой встречи в новом видео.